СОВРЕМЕННОСТЬ 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 Греческие мифы – это удивительная вещь. Это философия, которая дана как раз не столько в словах, сколько в образах, к которым, насколько я понял, сегодня вы и призываетесь, даже многие из вас, даже изобразить это на каких-то вещественных палитрах. Так вот, вот один из образов. Все мы помним, была Троянская война. Война, сколько воинов там было. И один из них, хитроумный Одиссей, после окончания войны возвращался домой. Но Гомер так написал, что он столько времени возвращался, что, кажется, уже несколько раз вокруг земного шара можно было бы проплыть. И вот один из эпизодов, который обращает на себя внимание и который в высшей степени актуален для нашего времени. Возвращается он морем. Приплыл к одному острову, царицей которого была волшебница. Прекрасная, конечно, волшебница, сами понимаете. Но и Одиссей был хорош. И ясно, что произошло. Ну, всем ясно, правда? Говорить не нужно. Это произошло. Одиссей блаженствует. Рай на земле. Наконец он достиг предела счастья. Волшебница тоже в восторге и без ума. Всё как положено. Но, вы знаете, удивительное дело и удивительное явление нашей жизни, что время, оказывается, странная штука. Она постепенно может стирать впечатления. Даже самые замечательные, самые сильные. И они стираются. Стираются не только печальные события и ощущения, и переживания, но, оказывается, и самые радостные, и высокие. И наступил момент, когда Одиссей вдруг вспомнит, так он же возвращается домой. А где же моя команда? Подходит. А где моя команда? Она... И ничего. Он говорит, как тут, где? Мои моряки! Где мои воины? С которыми мы воевали под стенами трои. Но, одним словом, два-три приступа. Тут уже пришлось действительно приступ брать не то, что трое. Покрепче. Но кончилось, одним словом, тем, что она ему говорит, ну, хорошо, идём, я покажу тебе, где твои воины. Ведёт его. Вдруг огороженное, очень хорошо огороженное местечко, зелёное, травка, и там, в этом местечке, по этой зелёной травке, роскошной, бегают, жирненькие, весёленькие, хрюкающие поросятки. Говорит, ты что мне показываешь? Это и есть твои воины. Одиссей страшно возмутился. Ты что сделала? Немедленно вернуть их. Говорит, ты что, с ума сошёл мы, Одиссей? Ты что? А что ищет человек? Что ему нужно? Разве не этого хрюкающего удовольствия? Еды им я даю полно, а они все вместе, развлечений поросячьих, сколько хотите, предел счастья. Что вы, что ты ещё хочешь? Одиссей! Не правда ли актуально? Не правда ли? Одиссеев в ярость пришёл, вместо того, чтобы умилиться, обрадоваться и сказать, и меня тоже преврати в первого поросёнка, чтобы я тоже с ними хрюкал? Нет, он возмутился. Потребовал немедленно возвратить их человеческий вид, чтобы они людьми стали и теми героями, которые воевали под стенами трои. Ну, пришлось, никуда не денешься. И Одиссей после этого продолжил путешествие. Ну, пусть путешествует, правда, а мы пока займёмся другими вещами. Чем характеризуется современность? Не этим ли эпизодом? Вы посмотрите, к чему мы сейчас призываемся. Я бы сказал, а самым основным потоком той информации, которая обрушивается не только на наши головы, ой, если бы только на головы, обрушивается ещё на то, что в религии имеет первостепенное значение. Я бы сказал, не просто в религии. Ведь вы знаете, источник жизни что? Голова, думаете? Нет, она только управляет. Источник жизни – это сердце человеческое. И что обрушивается сейчас на наши сердца? Разве не этот хрюкающий идеал, этих беленьких, чистеньких, жирненьких? Разве нет? К этому сейчас призываются и старые, и малые. Вот! А о чём вы ещё думаете? О чём вы ещё хотите думать? Ничего не надо думать! Какой вам Бог? Ну, если вам нравится Бог, ну и пусть Он Бог! Ну, молите Его, чтобы у вас было это хрюкающее счастье! Пусть Он станет средством, Бог! Средством, но никак не целью, никак не смыслом жизни, а средством, когда вы похрюкаете на земле несколько десятков лет и пойдёте туда. Куда? Не думайте об этом! Не нужно думать! Не думайте! Самое главное – думайте только об одном! Вот об этом и больше ничего! Сейчас наше время как никогда по-видиму, ну, может, потому что мы живём сейчас только, но оказывается настолько сложным, настолько напряжённым, в такое положение поставлен современный человек, не думайте, что только молодой, всех возраста, в такое положение, когда можно сказать, что он ходит по острию буквально лезвия. Куда? Свалится ли в этот так называемый идеал свинства? Другого слова не назовёшь, если мы посмотрим на эти рекламы, на эту литературу, на эти фильмы. Ой, есть ли бы даже свинства! Я ошибся, когда сказал, что иначе не назовёшь. Уже не свинство, а бесобщина, дьявольщина, куда призывается человек. Он сейчас стоит как никогда перед сильнейшим выбором. Итак, куда я поверну? Ох, какая внутренняя борьба требуется сейчас человеке! Невольно всегда вспоминаются золотые слова Фёдора Михайловича Достоевского, что дьявол с Богом борется, и поле битвы сердца людей. Действительно, мы сейчас стоим. Стоим все мы! Не вы, а все мы! Все стоим сейчас перед этим выбором. Идёт война! Причём какая? Незримая! И на самом деле самая ответственная, которая может только идти в человеческой жизни. Что он избирает? К чему призывает христианство? Я бы выразил это тем замечательным словом, о котором пишет апостол Павел. Если кто не читал, можете посмотреть. Кто читал, вспомните образ изумительный просто, я вам скажу. Изумительный образ. Он говорит о том, что все мы, все вы люди, все мы люди, знаете, чем занимаемся? Вот и не знаем, чем занимаемся. Он говорит, чем мы занимаемся? И произносит слово домостроительством. Правда, говоря о Христе и о христианстве, Он говорит, какое домостроительство? Домостроительство спасения. Но скажу вам прямо, что в конечном счете о спасении говорят все идеологии, все мировоззрения, все религии. Лишь по-разному это называют. Некоторые употребляют это понятие спасения, другие нет. Потому что как это спасение? Спасение значит что? Я погибаю, что ли? Я погибаю. Нет, я не погибаю. Я герой. Домостроительство спасения. О чем он тебе говорит? Какая идея потрясающая? Идея чего? Смысла человеческой жизни. Смысл ее. Есть цель у человека, конечная, последняя, окончательная, главная, которая действительно захватывает все его существо. Ведь что такое духовность-то? что такое духовность? Духовность что такое? Это то состояние человеческого духа, которое полностью определяется стремлением человека к чему? Вот к его цели. А какая его цель? Тот же апостол пишет «Их Бог», говоря о язычниках, «Их Бог чрево!» Вот это цель! Вот это цель! Ах, так оказывается, это та, о которой Гомер писал! И они были счастливы, посмотрите! Их Бог чрево! Вот вам вся духовность! Ничего мне больше не надо! Ищу только наслаждений! Правда, мудрецы всех веков и времен заметили удивительную вещь, которую великолепно выразил выразил Эммануэл Кант. Ну, наверное, все слышали имя этого великого немецкого философа, который великолепно выразил эту мысль, о которой говорили все, все, вы слышите, мудрецы мира до Рождества Христова, после этого. И, может быть, будут говорить, если им не заткнут только, простите меня, рот. А что говорят? Кант сказал так. Попытаюсь вспомнить. Чем больше просвещенный разум стремится к наслаждениям, тем меньше он получает удовлетворения в своей жизни. Что за странный поворот! А вы знаете, любопытная вещь! Оказывается, само стремление человека, самонаправленность человека к какой-то цели уже определяет состояние его духа. Вы слышите? Оказывается, в самом духе уже происходят соответствующие изменения и процессы. И оказывается, если я ставлю свою целью наслаждение, жди, ты получишь удар. Да ещё какой! Чем больше человек ищет наслаждения, вы слышите, ради наслаждения, тем больше и страдания, оказывается, ожидают его. Это, слушайте, это не предположение, это не гипотеза и не мысль. Это один из законов, законов нашей человеческой жизни, нашего духа. Как жалко, что о нём не говорят! Или обманывают, или не знают, или скрывают. Это один из великих законов, не зная который, как много людей, как много, множество людей, в результате оказывается в самых трагических ситуациях жизни, в каких страшных разочарованиях, доходит, я не знаю, до каких страшных катастроф жизненных, и только по той причине, что его привлекали приманку, как щуку, как щуку, на которой нанизали железку блестящую. Хватит! Голубчик попался! Поздравляем! Насладился! Насладился! Закон! Итак, духовность, оказывается, чем определяется? Стремлением человека, стремлением к той главной цели его жизни. У кого-то это чрево, у кого-то тот же апостол пишет, он называет слово такое, ну, славянское, не знаю, как оно нам понравится сейчас, можно обозначить его иначе, он-то употребляет сребролюбие, ну, слушайте, звучит архаично, неправда? Что такое сребролюбие? Какое серебро, когда у нас бумажки, а то карточки? Но зато, если посмотрите на телевизор, на экран, то вы там увидите огромными буквами написано «Олчность!» Слышите? Вот он, Бог, ещё один! Сколько людей попадается на нём! разве не в этом смысл жизни теперь? Я как-то одного человека спросил, спросил, «Как вы думаете, что в наибольшей степени определяет жизнь современного человека?» Он мне ответил «Деньги!» Пожалуй, верно. Я не знаю, это вы мне скажите. Так или не так? Ну, если это так, то, боже мой, какой ужас! Начался кризис. Смотришь, по радио передают, такой-то миллионер повесился, такой-то миллиардер страдает, не могу в отчаянии, у него было 50 миллиардов, осталось 30. Это же помереть с тоски можно. Ну, что вы! Как теперь жить-то? Это же немыслимо даже! Ай-яй-яй! Опять тот же закон исполняется! Чем больше ты хочешь, тем меньше ты получаешь! И не в смысле внешнего факта, а где? В душе! Кто беден и кто богат? Бедный тот, которому мало! У него триллионы, триллион один, а ему надо сто! Бедный человек! Кто богат? Который говорит, у меня всё есть, спасибо, довольна! Я удовлетворён! Я не страдаю от того, что мне мало! Не страдаю! Мы с вами подходим к очень-очень важному моменту. Если мы примем, а просто это глупость будет, простите меня, не принять вот этого основного закона, о котором я сейчас сказал, так христианство всё целиком и полностью на что направлено? К чему оно призывает человека? Обратите внимание, не нужно смотреть на христианство, под христианство я православие разумею, не нужно смотреть на христианство, как, знаете, одна из гипотез, одна из религий. Это всё равно, что сказать, закон тяготения – это просто, знаете, одно из мнений какого-то там Ньютона. Да! Ох, как интересно! Правда! Это Ньютону кажется, что ему на голову там яблоком очень крепко трахнуло. Да! И всё, это ему! А на самом деле? Что на самом деле? Вся суть-то в том, что христианство как раз предлагает человеку, предлагает законы бытия его, вот этого бытия, не мнение, а предлагает законы бытия. И эти законы как раз в человеческой жизни описывает в том, что мы общим словом называем православная духовность. Что же говорит христианство о том, что такое духовность? Первое, о чём говорит христианство, первое, это говорит вот то, о ком люди спорят, о том говорят, о чём говорят, что по-разному называют, что по-разному в разных мировоззрениях и религиях представляется тот, кого христиан называет Бог, Он есть. Он есть. Это первое. Он есть. Ой, как это важно! Это первое, есть Он или нет. Он есть. Второе, кто Он? Кто этот Он? Христианство? В отличие от всех других религий, и даже удивительно даже, что в отличие от всех религий, с чего бы это? От всех других религий, в отличие, говорит, что Бог, Бог, это не просто, знаете ли, существо, которое сидит там на какой-то планете и посматривает на этот мир грешный и думает, что бы им еще насолить бы кому? Так. Нет, нет. Бог есть. И даже не просто Дух, даже не просто разум, до чего доходили, конечно, естественно было дойти, мыслители всех, я бы вам сказал, народов и времен, даже не просто разум высший, даже не просто тот, который сотворил этот мир, в котором мы находимся, а он, если хотите, таким образом, то есть каким, что он является этим высшим умом, этой высшей творческой силой, то есть из которого всё, так, всё, то есть который является чем? Абсолютным законом бытия, слышите? Законом. Законом. А закон что такое? Есть закон, никуда ты не денешься. Я говорю, бытия, закон природы, никуда не денешься. Какие-нибудь законы там, Паскаля, Ньютона, какой-нибудь Гейлиусака, неважно, Ома. Закон есть закон. Так Бог, оказывается, является законом, по крайней мере, нашего человеческого бытия, что для нас важно. И какой же этот закон? Интересно. какой-то закон. Я помню, у нас было собеседование в Иране с мусульманами. Так? И они, они очень твёрдо, определённо, и без всяких сомнений сказали, сказали, что этим законом, этим, ну, или проще сказать, высшим свойством Божества, Аллаха, что является? Справедливость. Великолепно. Справедливость. Прекрасно? А мы покачали головой, говорили, ой, нет, избави Бога. Только несправедливость. Иначе, закапут нам всем сейчас же в мгновение ока должно быть. Тут же, в преисподнюю все должны бы свалиться. Нет, нет, нет. Они, а что же тогда? И мы произнесли слово, которое привело их, прямо вам скажу, в недоумение. Потому что, скажу вам так, что действительно, о христианстве очень мало знают вне вот этого ареала, где христианство распространено. А уж тем более о православии. Кстати, о православии я вам скажу. Это удивительная вещь. Ничего фактически не знают даже в западной христианской Европе. Для них православие – это католицизм без папы, но с патриархом. И всё. Ничего не знают. Уж тем более там ничего не знают вообще о христианстве. И когда мы сказали, что нет, Бог – это не справедливость. Совсем нет. Этот основной закон бытия человеческого – нет. Он – любовь. реакция была, ну, это не передать, конечно. Начали посыпались вопросы, да, недоумения, возражения, протесты. Как это такое? Это что же значит злодеи и жертвы будут, что там вместе? Да как же тогда, как же тогда, где же оно правда тогда? Где оно правда? Христианство открыло беспрецедентную вещь, я вам скажу. Потому что никогда действительно такого в истории не было. И невозможно было прийти вот тот, кто занимался когда-нибудь каким-то изучением истории религии. И, естественно, когда мы говорим о религии, как только сказали слово «религия», мы сразу же говорим слово «Бог». Если нет Бога, это уже не религия. то вы бы обратили внимание, нигде никогда не было такого, чтобы сказать, что Бог есть любовь. Он справедливость, Он может миловать, Он может также наказывать. Его надо ублажать. Чем? Ему приносят жертвы самые разнообразные. Наказывать, Его можно умилостивить, можно прогневить, если нарушили Его волю. Ну, по образу и подобию человеческому. Но вы сказать, что Бог есть любовь, это... Откуда это? Кстати, это один из аргументов, это так, между прочим, я вам говорю, это один из аргументов неземного происхождения христианского вероучения. Неоткуда было это взять. Так вот, мы-то говорим с вами не об этом, мы же с вами говорим о духовности, вы не забыли еще пока? Да, не забудьте. Так вот, что же является, что же является основным, еще одним основополагающим принципом христианского учения, которое дает нам понимание духовности в православии? Оказывается, высшим законом бытия является любовь. А закон мы знаем, что такое. если я вопреки закону кладу свою руку на раскаленную сковороду, я знаю, что будет. Не нарушай закона. Никак не нарушай, нельзя. Если вопреки закону с высоты небоскреба решу полететь, как птица. говорят, ох, как печально, что же случилось такое с человеком? Нельзя нарушать законы. Понимаем? Понимаем. Вы слышите, о чем говорит христианство? Если закон нашей жизни, нашего бытия, законом является любовь, берегись, человек, творить зло кому-либо другому. Не вздумай, не вздумай, ты головой в пекло лезешь. Любите, если хотите себе благо, даже к врагам не чувствуйте вражды. К врагам даже. Любите даже врагов, иначе вы будете страдать, ибо тот, кто имеет в себе зло, тот и страдает. Разве это непонятно? Я его ненавижу, а он там по Красному море плавает, рыбешек там посмотрит, любуется, а я весь тут содрогаюсь, везут больницы, инфаркт, что ж такое, да я его ненавижу. Кто страдает? Поняли? Почему такая заповедь-то дана? Бог есть любовь, и говорит, даже врагов люби, если не хочешь себе зла. вы слышите, какой основной закон бытия-то? Нашего бытия. Вот он, основополагающий закон, из которого проистекает все. Наше правильное отношение к человеку, к природе, к обществу, к закону, ко всем явлениям нашей жизни. Не дай Бог нарушать этот закон. Ты, человек, пострадаешь. И в то же время, что, это угроза? Угроза разве? Это совсем не угроза. Скажите, есть ли что-нибудь более высокое, более прекрасное, более счастливое, чем любовь? Ну-ка, найдите. Найдите. Не найдете. Не найдете. Каза, вот к чему призывает Бог. Почему в христианстве целью жизни человеческой является сменой к Нему? Не к тому, что Бог даст мне, а к Нему самому, ибо Бог есть Дух. Это Дух, существо этого Духа – Любовь. И тот, кто приобщается этому состоянию, он приобщается Богу. Это в высшей степени оказывается важно. Невозможно ни о какой духовности говорить, если в человеке нет стремления к чему принести насколько я могу не сотворить никому зла. Никому не желаю я зла. И насколько это возможно, я желаю пронести добро всем и каждому. Это, по крайней мере, как первый шаг, как самый элементарный. стремление. Но это что такое? Это цель, друзья мои. А ведь к цели-то дойти надо. Знаете, римское классическое изречение «Пер Аспера от Астра» «Через тернии к звёздам». Не так просто приобрести любовь. Как я могу любить эту свою несчастную соседку? Ну, разве не я сновал. Это же сама ведьма настоящая. Я её любить должен. Да вы что? Что я, сумасшедший, что ли? Оказывается, в чём духовность состоит? Это только цель. Достижима она. Может быть, это утопия? Может, это фантазии? Сладкие, знаете ли, грёзы? О, если бы не было истории христианства! Если бы не видели множество тех, которые действительно достигали этого и которые и которые оставили путь и показали, как это достигается. Вот этот путь-то, как это достигается и называется духовным путём человеческой жизни. Первое, на что обращает внимание христианство, первое. Это очень важное и, кстати, самое ужасное. Самое ужасное. Я вот всё время думаю, быть ли христианином или, знаете ли, бросить всё на свете. Почему? А вот почему. Потому что оно говорит, что я плохой. Представляете? Я плохой! Я о ком угодно могу это подумать, но о себе ни в коем случае. говорит, что я наполнен страстями. Только когда я сплю, они все тихонечко спят тоже вместе со мной. Когда меня гладят по головке, они тоже очень радуются все и сияют от восторга. Но стоит меня задеть, извините, не трогайте кобру. Не трогайте её, она вам даст. Это вообще какой-то кошмар оказывается. Действительно, действительно, оказывается, мы действительно просто наполнены, только надо тронуть соответствующую точку. Знаете, какое там это есть иглоукалывание-то? В соответствующую точку нужно только уколоть и подпрыгнет человек той или другой стороной своей души. Оказывается, я не могу не тщеславиться, не могу не осуждать, не могу не завидовать, не могу не лгать, не могу не лукавить, не могу не притворяться, не могу не изображать из себя, не зная кого только. Вот, и ещё столько не могу. Нет, лучше не будем перечислять. А то бумаги не хватит, что тогда делать? И времени тоже. Правда, оказывается, христианство-то говорит, вот это да! А я этого и не знал. Я вообще-то был уверен, что я прекрасный человек и... Нет, не только прекрасный, а лучший в мире, понятно вам? Лучший в мире! И вдруг, что тут оказывается? Меня этот несчастный задел, назвал меня дураком, а я умный, я знаю, что тут делать! Трагедия, страдания невероятные, просто сущая беда! Христианство говорит, что духовная жизнь состоит в чём? первое. Вот в этом познании себя. Чем я наполнил? Познание себя. Кажется, ой, какая простая вещь! Ой, какая сложная на самом деле! Я никак не могу согласиться с тем, никак не могу, что во мне всё это есть! Ну, я знаю, знаю, что это может быть, но пусть меня не задевают и не будет во мне наполнен весь. Как трудно это увидеть! Оказывается, человек, который не увидит, что в нём живёт, что в нём есть, что в нём готово проявиться в любой момент, никакой духовной жизни он не способен. До тех пор, пока я хорош, мне не нужно ничего лучшего. Зачем мне нужен Бог? Зачем прочее? Я и так хорош! Что мне ещё нужно? Оказывается, духовная жизнь на чём строится? Во-первых, я повторяю, на узнавание себя, на познание себя, на познание вот это, что во мне, знаете, по-славянски есть замечательные в Салтире слова, изумительные. Ну, в славянском языке это же красота! Море великое и пространное, там о гаде их же несть числа. Правда, замечательно? Просто изумительно! Так вот, пока я не увижу этих гадей, этих гадов, да, которым нет числа, оказывается, у меня не будет никакого, знаете ли, никакого стимула, никакой причины, к чему? К освобождению от этого, к войне с этим, к борьбе с этим. Вы слышите? Духовная жизнь немыслима без борьбы. Но эта борьба начинается только тогда, когда я начинаю познавать себя. Только тогда! Нет никакого другого пути! Я не могу бороться, когда передо мной нет противника. Познание себя является условием. Второй, или, если хотите, третий, как хотите, считайте. Арифметика – сложная наука. моментом, что является-то? А, оказывается, любопытнейшая вещь. Я увидел, что у меня есть, кое-что есть, всё-таки, ну, согласен, ну, не могу же совсем не соглашаться, хоть я и лучший в мире. Да, но! Но! Вы знаете, что? Каюсь перед вами. Завтрашнего утром я уже больше не буду тщеславиться, не буду лгать, не буду завидовать. Завтра утром, сегодняшний вечер уж ладно. Эх, не буду, не буду, хорош! Вот она, глупость-то какая! Оказывается, в чём я убеждаюсь? Даже я хочу очиститься от этой грязи и, увы, не могу! Вот это да! И не могу! Даже искренне, если я хочу это сделать и ловлю себя непрерывно. Если я воздержался даже в слове, то, что внутри у меня, ведь когда мы только произнести слово духовность, что мы произнесли-то? Что? Дух! Мы что, можем видеть дух, да? Это то, что внутри меня происходит! Это внутренняя жизнь! Я говорю, если даже я внешне не сделал, а внутри что, чем я наполнен? Какими мыслями, какими мечтаниями, какими пожеланиями? Какими? хорошо, что у нас есть строгое церковное правило. Священник не имеет права рассказать о том, что ему сказал, в чем покаялся христианин. Ой, как хорошо! Ой, как хорошо! Какое прекрасное правило! Правда, посочувствуешь батюшкам. Очень посочувствуешь, когда они выслушивают вдруг то, о чем я, конечно, никому никогда не расскажу. Конечно, никогда не расскажу! Но покаяться-то надо! На душе это висит, этот камень тяжелый. Ой, как надо покаяться! Какое великое благо открыло христианство своим таинством покаяния! Невозможна духовная жизнь без покаяния! Она невозможна без обращения к Богу, без молитвы, без молитвы к Богу, правильной, внимательной, покаянной, благоговейной. И как можно чаще, как только мы вспомнили Бога, надо обратиться к Нему. Почему обратиться? Не как к тому, слышите, напоминаю, не как к справедливому суди, который, ну, ладно, так и будь, греховодник, помилую тебя! Нет! Как к любви, которая ждёт, ждёт только. Вот, стучится, как в апокалипсисе как хорошо написано. Вот, я стою при дверях и стучу. Кто откроет мне, к тому я войду. Вы слышите, каково отношение между человеком и Богом-то? Это не... Бог, это не тот, кто захотел, схватил меня за шиворот и... Царство Божие! Кто-то меня помилует или накажет. Нет! Стучит! В голосе совести, в голосе разума открой, человек! Когда мы обращаемся к Богу с покаянием, с молитвой, мы что, открываем этой любви дверь в свою душу. Без обращения к Богу, говорит православие, ни о какой духовности речь не может быть. Без молитвы не может быть. Только, пожалуйста, не смешивайте молитву с вычитыванием молитвы. Не смешивайте молитву с совершением богослужения. Можно совершить богослужение и не помолиться. Можно вычитать целую, я не знаю, молитва слов, и не помолиться. Не забывайте, какой обман часто происходит в христианах, когда читают, как, знаете, попугаи какие-то, как он компьютер записали туда, нажал кнопку и читает пусть. Кстати, у буддистов есть это. Они накручивают молитвы на крылья ветряной мельницы, профиллер, так, молитвы. Запускают это, и как хорошо! Он живёт, молитвы едят. Правда, смешно? А вы знаете, над кем мы смеёмся? Над самими собой. Вот, что наша жизнь, все это свидетельство, им тогда при царстве, там будет фольт, и все это свидетельство. А ты кому это читал? Кому это читал молитву? К какому Богу? Это кому ты читал молитву? Это ты молился, да? Что за карикатура? Такой издевательств над самим собой! Это ты можешь обращаться к живому Богу, к личности так можешь обращаться, да? Но если так можешь, иди к ректору и скажи ему своё прошение таким образом. Ваши разрешите мне на лору, поехали! Тогда узнаете! Так вот, духовность, если мы говорим о православии, о православной духовности, она невозможна без молитвы, а не карикатуры молитвы. Только здесь, на этом пути, на пути понуждения себя, борьбы с самим собой, ох, оно где воинство! Да, бой с самим собой есть самый трудный бой, победа из побед, победа над собой! И написал-то кто из стихотворения? Немец! Да ещё когда? В 17-м или 16-м веке некий поэт Логову. Слышите, как здорово написал-то, как хорошо! Духовность созидается, а не получается. Это процесс! Причём, какой процесс? Что думаете? Можно поймать её, как птичку в клетке? Это процесс вот идёт, как гармошка, то вперёд, то назад. Каков критерий правильной духовности? Критерий – это очень важно! Замечательные высказывания отцов привожу вам! Смирение не видит себя смиренным! Так? Без смирения, оказывается, немыслима никакая духовность! Как только я начал видеть, что я уже что-то такое значу, слава тебе, Господи, по духовному пути иду, уже возрастаю, всё! Я могу поставить на себе крест! Всё пропало! Всё пропало! Истинная духовность характеризуется как раз всё большим видением того, насколько я, оказываясь недостойным, перед той святыней, которая открывается мне, Богом! Насколько я недостойен, насколько я неспособен! Мерою правильного духовного пути является мера видения этого в себе! Потому что только это видение даёт мне силы для борьбы с самим собой, силы для молитвы, силы для принятия таинств, силы для принятия построения того дома своего, домостроительства, спасения! Вы слышите? Вот оно, что оказывается! Только рукой смирения! Возможно, приобретение благодати Божией! Там, где этого нет, кстати, кстати, нигде этого нет! Даже учения об этом смирении нигде нет! Об этом именно смирении! Смирение есть и у бесов! Ну, своё, бесовское! Всюду есть эти слова! Смирение же вот об этом, о котором говорит православие, к сожалению, нигде нет! Без него невозможно никакая духовность! Оно является своего рода критерием того, что, Господи, я всё-таки ещё хоть калека весь, но, может быть, иду-то туда! Помоги мне, Господи! Алексей, есть такой вопрос, но, что, как бы, так сказать, образования такого нет в Господе, поэтому, мистер Путин, соглашает присосы, поясните немножко, что так получилось, что половина одноклассников в Майк, как бы, не дожил до 300-ти лет, в силу ряда причин, и вот вопросы, как бы, жизни, так сказать, загроблены, можно сказать. Тут есть такое, как бы, в голове, соображение, что, согласно теории Эйнштейна, что пространство времени, что они не то, что где-то там будут потом жить, а что они сейчас живут, но живут как бы, где они одноклассники, там, пятиклассники, на фотографии все они живы и все они там находятся. Вот, как бы, такое понимание есть, может быть, это вам неправильно trying to pu explain it, что, вот, как бы, жизнь венчисов она не то, что где-то потом будет отчасти, а то, что она сейчас есть, но она сейчас есть в таком пространстве времени, то есть, соответственно, человек, Он как бы и рай, и от него находятся постоянно, он там живёт. То есть не то, что когда-то будет, а сейчас это есть, а то, как мы сейчас живём, эта жизнь, она, по сути, одна вечная, остаётся в этом пространстве, в это время. Есть вот здесь какой-то такой несогласий, вот, с благословской, скажем, точки зрения, как-то здесь с этой стороны спросить. Если личность человека не продолжает своего существования после смерти тела, то в таком случае жизнь не имеет смысла. Это один из тех пунктов, в котором религия и атеизм принципиально расходятся между собой, и не только расходятся, а это тот пункт, который приводит атеизм, отрицающий вечность и вечную жизнь, и жизнь загробную, приводит его к абсурду, а христианство таким образом показывает своё, ну, если хотите, свою рациональность, свою разумность. Итак, по христианскому учению, человек – это не душа и не тело, а душа и тело. И смерть является рассечением тем недолжим рассечением, которое возникло, так сказать, в силу известной причины грехопадения человека. Но душа продолжает существовать, личность продолжает существовать, однако её существование, личности, обусловлено этой земной жизнью. Я говорю, характер существования обусловлен. Почему эта жизнь приобретает особую значимость? Здесь мы обладаем полнотой свободы в выборе добра и зла. Здесь мы можем творить добро или зло. Причём творить как? Не при лицом каких-то угроз или каких-то наград, а свободно. Здесь мы свободны. В этом ценность этой земной жизни. А там уже личность переживает результаты этой своей земной жизни. Что происходит там? Как там происходит? Эти вещи скрыты от нас. Мы не знаем ни одного человека. Если меня спросите о ком угодно, о величайшем каком-нибудь злодеем, что он спасётся или нет, я отвечу вам молчанием. Не знаю. Не знаю. Первый в рай вошёл кто? Бандит. Какой? Покаившийся, смирившийся. И мы не знаем, что в душе происходит каждого человека. Когда он покаялся, этот бандит? В последние минуты своей жизни. Поэтому вопрос о его, так сказать, спасении, то есть пребывании с Богом или, напротив, то, что мы называем погибели, это вопрос, на который мы не можем ответить. Церковь только о немногих людях говорит совершенно определённо. И о ком? О тех, кого канонизируют. Здесь, да, здесь мы уже верим, что это люди спасённые, что они не подвергаются каким-то там отрицательным вещам. О прочих мы ничего не можем сказать. Но знаем одно, что эта посмертная жизнь человека обусловлена его земной жизнью, его отношением к своей совести. Вы слышите? Совести. Как только мы сказали христианин, мы прежде всего сказали совесть. О совести мы говорим. Этим обусловлено. Поэтому все попытки разных оккультных, оккультных мировоззрений, оккультных религий представить себе, изобразить, что там происходит с личностью, всякие вот эти, я бы сказал, буквально подчас сумасшедшие попытки проникновений в тот мир. И те видения и озарения, которые они имеют, они не имеют под собой никакой почвы. Всё это глубочайшее заблуждение. Поэтому я ничего не могу сказать о их конкретной, так сказать, судьбе. Да, и что с ними происходит. Что происходит – да, но что? Знаем только одно, что каждая душа переживает там всю свою земную жизнь. А переживание это бывает сопряжено состраданиями, бывает с каким-то удовлетворением, но там всё открывается перед человеческой личностью. Вот так. – Уважаемый Алексей Ильич, как бороться с таким тяжким грехом, как осуждение? Ничего не получается, даже если ты промолчишь, то в смысле скаконное не останавливаешься. – Вы, наверное, замечали, может быть, в своей жизни, что когда сам что-то сделаешь, что-то нехорошее, так? – И когда вдруг увидишь, что другое-то делает, то что-то такое – язык не поворачивается его осуждать. Святые отцы говорят, что это наша земная жизнь, есть больница. А в больнице больные не осуждают друг друга. Почему не осуждают? Потому что каждый видит, что он болен. Больной больного не осуждает, больной больному помогает. Так вот, если бы мы видели себя действительно больными и грешными, то мы бы не осудили и другого. И правда же! Приходится постоянно приводить такой образ. В больницу у одного болит рука, у другого – нога. И тот, у которого рука-то болит, никогда не скажет на другого – «О, негодяй! Нога болит!» Правда же! Ни за что не скажет! Так и здесь то же самое. То же самое происходит. Когда я его осуждаю и говорю – «О, негодяй! Лгун какой! Несчастный! Врун!» Так? И вдруг вспомню – «Ха! А сам? А сам-то лицемер несчастнейший!» «И рот на замок закрою! Чем больше открывается мне своя душа, тем меньше я осуждаю!» Мы осуждаем по очень простой причине – не видим себя! Поэтому тот, кто хочет, хочет научиться не осуждать, он должен постараться, постараться исполнить то правило, а лучше сказать, тот тезис, который высказывает преподобный Семён Новый Богослов. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощь, открывает ему его грехи. «И как только я увижу свои грехи, где мне там осуждать других? Что вы? О каком тут осуждении?» Когда у человека болит зуб, как вы думаете, может он там говорить о других, о ком-нибудь там, что там у него там болит, то или другое, или третье? Он весь этим занят уже! Больной больного не осуждает! А осуждает кто? Тот, кто видит себя, лучшим! Слышите? Лучшим я себя вижу! И потому я что говорю? Запомните! Есть золотые слова святителя Феофана Затворника! «Сам дрянь дрянью, а всё твердит, несьм, яко же прочие человечество!» Понятно? Вот откуда рождается осуждение! Понятно, да? Ну вот, хорошо! Вопрос информировался следующим образом. Почему монашеский хвост не является таинством? Ну, прежде всего, я вам скажу, что в церкви нет пустых обрядов! Пустых обрядов нет! Если мы признаем, что в церкви есть пустые какие-то священные действия, тогда зачем их совершать? Это даже кощунственно подумать! Церковь, да, приглашает батюшка, осветите дом! А это, оказывается, пустота! Оказывается, ничего благодатного тут нет! Никакой Бог не приблизится ко мне, и я к Нему! А зачем же мы это делаем? Странно! Не правда ли? А освящение святой воды – это таинство или нет? В катехище написано непричислено. Ах, нет! Значит, не таинство! Из-за кого я буду пить эту святую воду? Ну, я дома приду, да и выпью водички. Таинство или нет? Попробуйте высказать! Придите вот на крещение и скажите, дорогие братья и возлюбленные сестры, это не таинство никакой, это не святая вода! Только берегитесь! Вас тут же побьют камнями! Что такое таинство? Таинство – это то священное действие, в котором мы верим, что благодать Божия, благодать Божия соприсутствует и даётся. Но кому? Вот на это обращаю внимание! Слышите? Священство ли это? Брак ли это? Покаяние ли это? Причастие ли это? Водоосвящение ли это? Монашество ли это? Слышите? При каком условии только действительно благодать Божия будет действовать человеке? При наличии! Слышите? Его веры и обещание Богу исправиться и жить по-христиански! Не забывайте, пожалуйста, Иоанн Затаус совершенно отчётливо говорит, отчётливо совершенно говорит, чёрным по белому, можете прочитать. Иуда причастился, слышите, на тайном вечере? И с этим причастием в него вошёл сатана! Обращали вы когда-нибудь внимание на это? С причастием вошёл сатана! Это что ж такое пишет Иоанн Затауст? Никто никогда не только не оспаривал это, а все – да, согласны! Оказывается, можно принять то, что мы называем таинством, и совершенно не приобщиться к Богу! Более того, сатане приобщиться! Оказывается, оказывается, принимая ли любое из того, что у нас в катехизме написано «семь таинств», освящая ли воду, освящая ли что-нибудь другое, только тогда мы приобщаемся к Богу, когда мы приступаем к этому с искренней молитвой, верою, благоговением и... И вот об этом меньше всего говорят. Это просто удивительно! Это удивительно! С намерением, с обещанием перед Богом исправиться и жить по-христиански, тогда эта святая вода, тогда этот монашеский посты будет действительно средством приобщения благодати Божией. Когда же я этого не делаю, то неважно, что надо мной совершается. Рукоположение, монашество, водоосвящение, домаосвящение – чего бы то ни было! Если этого нет, никакого проку нет! Если бы вы знали, как святые отцы грозно пишут, ой-ой-ой! Марк Подвижник пишет, например, если ты искренне веруешь и принимаешь крещение, тут же по крещению и даётся тебе дар Святого Духа! Зловерным и неверным и по крещению не даётся! Представьте себе! Над ним прочитаны все молитвы! Её трижды окунули даже! Произнесли формулу во имя Святой Троицы! И по крещению не даётся! Вы слыхали когда-нибудь такое? Чем наше учение о таинству отличается от католического, где ex opera operato? Там таинство в силу совершённого действия! А святые отцы говорят – нет! Нет! Сам Христос совершил Евхаристию, а в Иуду вошёл сатана! Так вот! Поэтому не заблуждайтесь! В церкви нет пустых обрядов! Все священно-действия, которым приглашается человек или над которой совершается над человеком, все они таинственно подают человеку соответствующий дар благодати при условии, что он действительно обещает исправить свою жизнь! Нет этого условия! Вода святая становится не святой, а во вред вам! Причастие становится чем? Оттого многие из вас болеют и умирают! Слышите, что пишет апостол Павел? Причастие! Оттого многие болеют и умирают! Монашество! Это никакой нет разницы! Никакой нет разницы! Господь об этом сказал, ух, как твёрдо! В притче, помните, когда нечистый дух выйдет из человека, ходит по безводным местам, потом возвращается, вы слышите? Находит место убранным, убранным, чистым и не занятым, тогда берёт с собой семь злейших и вселяется в того человека, и бывают для него последние хуже первого! Понятно? Поэтому принятие всех таинств, совершение всех священно-действий должно быть сопряжено с тем, чтобы дома оказался душа занятой. Эта занятость только происходит тогда, когда человек даёт, принимает решение в себе исправиться. Тогда и монашество, и прочее всё становится приобщением к Богу. Отношение православного человека к культуре, в частности, к современной, скобка, речьёт по элитарной культуре. Отношение к электронной музыке, к современной скульптуре, к картинам и культуре. У христианства один принцип. Надо смотреть на то, каковы результаты воздействия того или иного вида культуры на меня, на мою душу. Принцип один. Помогает это мне? Сосредотачивает это меня? Приводит ли меня, умиляет ли, если хотите, мою душу и приводит ли её к молитве, если хотите? Освобождает ли её от какой-то тяжести? Или нет? Или напротив? Вы что думаете, культура? Одним из видов культуры является пение, клиросное пение. В церкви, в церкви. Можно петь так, что все святые из храма выскочат. И никого вовеки там не будет. Когда солдатчина начинается, орут, как сумасшедшие. Какому богу? А, это, наверное, тому богу, которому жрецы. Помните, Илья, пророк где? Помните? Так он потом их всех зарезал, этих 800 пророков. Почему? Они орали целый день своим богам. Культура? Да, культура. Какая? Избави Бог! Так что, видите, есть критерии в православии. Если мы видим иногда, когда эта культура, так называемая, может быть, культура, когда меня развинчивает, ясно отношения напротив, собирает, ну что же, да, это хорошо. Я вам скажу, даже, даже, вот, классическая музыка, она иногда такой характер носит, что действительно хочется просто молиться даже, слушая её. А какой-нибудь тяжёлый рок, это бесовщина и больше ничего. Разве это не очевидно? Очевидно, конечно. Кстати, любопытно, всё чаще начинаю встречать, когда в халатиках, то есть, извините, не в халатиках, в подрясничках смотрю, бьёт, участвует. Ай-яй-яй, какие мы прогрессивные! А то отстанем от современной культуры! А то отстанем! Да, помните? А я его, и я его тётя! И я его тётя! А то отстанем! Рок-концерт, и он бьёт! Тоже! Церковь, которая должна напротив, иметь не забывать. Знаете что? Помните удивительные слова! Не придёт он! Понятно, кто он? Антихрист! Пока не отнимется удерживающий! Этим удерживающим является вот церковная, вот эта дисциплина, если даже хотите. Пока не отнимется это ещё, пока есть преграда, есть то, что держит. Как только это нарушится, и мы такие же! Слава! Всё! Будет кончено! Мы такие же! Мы должны оцерковлять, а не обмерщаться! А есть эти тенденции, вот так они и идут! Или о мерщении церкви, или оцерковление напротив культуры. Вот это нужно иметь в виду! Ну вот, я ещё сразу два наших участника встречи задали одинаковый вопрос об отношении к крещению младенчества. Мы, возможно, общались с представителями крестантизма, которые каким-то образом попрекали правосам. Вот вопрос, как вы относитесь к крещению младенчества? Очень просто! Мы должны, как я вам уже сказал, ко всем таинствам относиться как? С точки зрения того, чтобы это было полезно человеку, то есть спасительно человеку. Вопрос такой. Перед этим вопросом возникает. Можно ли совершать таинство над человеком, который не понимает, что с ним делают? Вы ложитесь здесь на постельке, она ложится там на постельке, утром вам говорят, вы обвенчаны. Говорите, как? Вы легли на постельке, утром встаёте, вы в кловоке в монашеской мантии, говорят, вы уже отец Евтихий. А почему вы смеёте? Что такое? Что за странность? Что, разве... Что, нельзя разве? Если человек не понимает, нельзя над ним совершать таинство? Ого, как! А я не ожидал этого! Вы что, против крещения младенцев, что ли? Младенец же не понимает! Не ожидал я этого в семинарии такого! Если мы обратимся к практике Древней Церкви, то там крещения младенцев были исключения. Были? Были. Были исключения. Но основная практика, конечно, была, о чём сообщает нам история, конечно, это крещение во взрослом состоянии. По какой причине? Господь сказал, кто веру и имеет, и крестится. Спасен будет. Потом постепенно изменили эти слова Христовы и стали говорить, кто крестится и веру имеет. То есть, извините, это слово. Нет, конечно! Но практически это произошло. Как относиться к крещению младенцев? Можно? Можно. Можно. Мы это видим, и изначально это было. Должны о чём думать? Не о крещении, а о пользе, которую может принести крещение. Вот только сейчас вы спрашивали же, говорили. Я говорю, можно и причаститься, и, как Серафим Саровский говорил, на земле причастился, на небе остался непричащённым. Так? Надо смотреть на пользу. Когда будет большая польза от крещения? Ясно, что в бессознательном состоянии польза, ну, если есть, то минимальная. И, напротив, когда человек принимает это осознанно, когда он, человек, отрекается от сатаны и всех дел его, он не за меня, а он отрекается, он обещает Богу добрую совесть, тогда действительно ясно, насколько большим, по крайней мере, действием благодати Божией окажется он. В большем окажется действием. Так что речь идет о чём? О полезности. О полезности. Когда полезнее? Спрашивали, а меня крестили? Ах! Какой ужас! Я спрашиваю, меня крестили? А за меня кто-то отрёкся там от сатаны? А за меня кто-то обещал жить по Богу? А потом я скажу, простите. А я вовсе не отрекал. Я не хочу это, я не признаю. Он отрекался, он пусть и живёт. Понимаете, какое дело? Так вот, крещение младенца возможно? Да. Да. Но надо понять, пока он младенец, вы кидаете зерно на камни. На камни. Почву эту для того, чтобы проросло семя, рождает только вера человека, сознательная вера, его обещание Богу доброй совести, его решительное отрицание сатаны и всех дел его. Вот что даёт почву, на котором только может произрасти семя крещения и дать свой плод. А так вот звонят, как-то вот, звонят, что нам делать? Мальчик, вы каждую литургию воскресную причащали, все праздники, а он теперь не хочет ходить в храм. Я говорю, а вы с ним причащались или нет? Нет. Я говорю, а кто больше нуждается, ребёнок причастия или взрослый? Взрослый. Я говорю, так что же вы делаете? Раз вы не знаете, что ребёнок – это часть ещё ваша? Если вы хотите пользы от причащения ребёнка, причащайтесь сами, иначе вы тот огонь, который получает причастие, заливаете своей греховной жизнью, своей нечистотой. Вот, оказывается, какое дело. Так что нельзя смотреть на таинство, как на магию. Это не магия. Мы приобщаемся Богу, а Богу приобщение возможно только когда? Когда есть вера, есть сознание, есть покаяние, есть обещание Богу доброй совести. Итак, подвожу итог. Можно детей крестить? Можно. Но смотрите, что полезнее, когда вы его окрестите или когда воспитаете его, и он скажет – да, я хочу жить по-христиански и прошу крещения. Вот выбор таков перед каждым человеком. – Вопрос. – У меня Бог в душе, поэтому мне не нужно ходить в церковь, говорят многие. Как убедить такого человека в обратном? – Дело в том, что эти слова, которые говорят «у меня Бог в душе», это слова мечтательности, а не реальности. кто из нас не скажет эти слова? «У меня Бог в душе». Ну-ка! Что это такое Бог в душе? Спросите его, попробуйте, скажите, расшифруйте мне, пожалуйста, что такое Бог в душе? А может быть, в этих очках. Что это за подход? Храм – есть то место, где действительно человек может прийти, побыть первое, подумать, что первое, самим собой, хоть немножко от суеты от этой отойти. Слыша песнопения церковные, так? Сама атмосфера эта церковная помогает ему молиться хоть немножко, когда, конечно, хор не орёт, это, простите меня, да, это естественно, само собой разумеется. Да, вот. Сама атмосфера – это молитва созидается. Почему? Церковное пение, что оно делает? Умиротворяет человека, даёт мир души, успокоение, создаёт атмосферу молитвы. Вы слышите? А дома? Многие ли имеют возможность дома, чтобы помолиться полтора-два часа? Побыть перед иконами и, глядишь, в это время хоть немножко помолиться? Кто это? Ну-ка, покажите мне этого человека, у которого Бог в душе, который бы встал бы и простоял два часа перед иконами? Просто простоял бы, хотя. Покажите! И нет его. Храм не случайно. Дом мой, дом молитвы наречётся, сказал Господь. Да, здесь вся атмосфера иконы, ещё раз говорю, богослужение, пение, всё способствует, всё напоминает человеку. Голубчик, ты пришёл сюда, чтобы постоять перед Богом, перед своей совестью, помолиться. Поэтому это просто слова, слова пустые, слова, мечтательные, не имеющие под собой никакой почвы. Следующий вопрос. Уважаемый Алексей Ильич, выскажите ваше отношение к теме замены церковно-славянского языка русским языком во время богослуживания. Вопрос, я понимаю, очень серьёзный. Многие, приходя в храм, просто говорят, мы не понимаем, что происходит. Это неудивительно нисколько, потому что современный русский язык очень далеко уже отстоит от церковно-славянского языка. Но если мы обратимся к истории России, то замечаем следующее. Всю историю, особенно до книгопечатания, слышите, особенно до книгопечатания, происходила адаптация славянского языка. Что такое адаптация, его приспособление к современному языку оставался славянским, но все непонятные слова делали более понятными. Вы слышите? Ну вот даже вот молитва слова. У меня два молитва слова. Один, там, XIX века, другой уже начало XX. В одном написано, в одном написано «Напрасно судья приедет». Я думаю, как же это «Напрасно судья приедет»? Это молитва. Открываю другой. «Внезапно судья приедет». Слышите? Слышите? Что требуется? Перевод? Ох! Это надо, знаете, кого? По крайней мере, Пушкина. Гений Пушкина только мог бы. Помните, как он пророка написал? Гений Пушкина, может быть, смог бы переложить. Но в этом его пророке три четверти слов славянских требуется не перевод, а вот адаптация? Да, это требуется. Ибо, скажу вам, славянский язык – это красота. Это действительно красота. И я часто провожу такую аналогию, говорю, славянский язык – это стиль барокко, современный русский язык – это стиль барака. Если хотите, из барокко барак сделать, ну, переведите. Только что потом будет, захотите ли вы в нём жить? Вот сейчас же говорят, эти переводы там на Украине делаются, сами просто смеются, подчас недоумевают, что делается с нашим языком. Потом ещё другое учтите. Надо учесть другое. В церковь мы одеваемся иначе, чем когда идём там на какую-нибудь спортплощадку или на какие-то развлечения и так далее. Соответствующая одежда. И язык, ой, как много значен! Только адаптировать бы его надо. Вот этим, к сожалению, никто не занимается. Это надо бы прямо хоть самые-самые вопиющие, надо бы хоть заменять бы эти слова. Вот у нас в Академии, например, Богородичное Евангелие, я потом скажу, у нас, да, блаженно чревоносившее тя и сосца питавшее тя. Вот у нас читается как «Пожалуйста!» Всё прекрасно! Прекрасно! Кто не знает, как там славянское написано, не буду говорить. Вот так! Так что некоторые вещи просто надо что? Адаптировать текст, но не менять языка! Нет, славянский изумительный язык! Вот так я отношусь к нему! Такой вопрос из области догматического богословия. Как Вы считаете, когда, в какой момент жизни Иисуса Христа совершилось искупление человека? И здесь же вторая тема такая. Почему юридическую теорию считают прокатолической? Если в Священном Писании юридизм встречаются часто. То есть, в Святых Отцов Афанасия Великого и Илья Златоуста они есть. А против юридической теории истории и опоминают. Мы тут не разложим, что написано. То, что словно. Ну, суть в основном. Зачем Святых Отцов? У апостола Павла в послании к евреям написано, когда? Он во второй главе 10 стих пишет «Ибо надлежало...» Прямо пишет «Чтобы Тот, для Которого...» Он говорит о Боге Отце, будем говорить так. «Для Которого всё и от Которого всё, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, Христа, совершил через страдания». Сделал... Совершил... Там стоит греческое слово «телиосе». Сделал совершенным через страдания. Переводчики, когда писали, написали слово бессмысленное. «Совершил через страдания». По-русски так не бывает. Что совершил? У нас слово «совершил» – значит «сделал». А где – совершил через страдания. Что совершил через страдания? Оказывается, сделал совершенным через страдания. Кого? Христа! Как? Он был несовершенным? Что за ересь? О чём идёт речь, надо понять. Христос не имел греха и в духовно-нравственном смысле был абсолютно чист. О чём идёт речь? То, о чём можно привести десятки высказанных святых отцов, что Он воспринял наше смертное, тленное, так и подверженное страданием наше естество, нашу природу. Вы слышите? Оно после грехопадения стало смертным, тленным и болезненным. И святые отцы пишут – вот для чего пришёл Он, чтобы исцелить. Как это произошло? Послание к евреям. Через страдания Телиосы сделал совершенным. Через страдания и воскресения, пожалуйста, мы увидели. Увидели Христа, для Которого стены, двери, расстояния уже не существуют. Это реальное тело стало в то же время, материальное, стало тело духовным. Вот что Он сделал. Он избавил, избавил это тело смерти от того недуха, которым оно было поражено в первом грехопадении. Вот, оказывается, когда об этом пишет целый ряд святых отцов. Святой Иоанн Дамаскин пишет – Он, потому что уделил нам лучшее, и мы не сохранили в творении, в творении, принимает худшее, разумея, наше естество, для того, чтобы через себя и в себе, слышите? И в себе восстановить бывшее по образу и по подобию. В себе Он сделал совершенным. Не в нас, а в себе. А о том, что Он принял действительно это естество повреждённое, об этом бесконечное количество святых. Ну, я вам приведу, приведу хотя два, ну, три. Святитель Григорий Богослов пишет – Он, Христос, утомлялся и алкал, и жаждал, и был в борении, и плакал по закону телесной природы, а не по чему-либо иному. Афанасий Великий, возмущённый словами, учением, уже тогда были идеи, что Христос, нет, принял бесстрастное, бессмертное естество, так, как монофизиты. Возмущённый этим пишет Афанасий Великий, да умолкнут утверждающие, что плоть Христова бессмертна по естеству. Да умолкнут! Григорий Паламай, который 14 век, пишет, Слово Божие приняло плоть такую, как у нас, и хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную. Преподобный Иоанн Дамаскин осуждает Автарта Дакетов с какой? И так нечестиво утверждать, говорит, как утверждают нечестивые Юлиан и Галиан, что тело Господа и до воскресения из мёртвых было нетленным, ибо, если оно нетленное до воскресения, то ни одной с нами сущности. И всё, что повествуется в Евангелии, именно голод, жажда, проведение ребра, смерть было не действительно, а только мнимо. Если же сие было мнимо, то и тайна домостроительства, спасение есть призрак и обман. И Христос был мнимым и недействительным, и мы спасены мнимо, а недействительно. Но да не будет сего, и говорящий сие, да не наследует спасение, восклицательный знак. Так? И вот он пишет это о так называемых автарто-дакетах, которые учили, что он был нетленный, что он нестрадательно принял естество. Но когда хотел, тот начинал страдать. Да умолкнут говорящие. Об этом наполнено просто все наши... А кто их? Только посмотрите. Внимательно посмотрите. Святые отцы – это просто десятки. Это высказание отцов. Ну что вы? Вот ради чего он пришёл. Он исцелил это на кресте. На кресте сделал совершенным через страдания. И в воскресенье уже мы видим. Вот оно. В себе. Вы слышите? Юридическая теория о чём говорит? Совсем о другом. Юридическая теория говорит о том, что Бог Христос выкупил человечество из того проклятия, которое будто Бог наложил на человека за грех. Оказывается, всё человечество оказалось проклятым. И Христос выкупил. Протестанты говорят – оправдал. Патриарх Сергей Старгородский пишет – какой ужас! если Он только выкупил, если только оправдал, и они входят в жизнь. Это что значит? Это значит быть в вечности со всеми грехами, жить вечно и грешить вечно. что говорит православие? Не выкупил, не оправдал, а исцелил, очистил, исцелил. Смертное стало бессмертным, тленное стало нетленным, вы слышите? Страстное стало бесстрастным. Вот о чём идёт речь. Вот так. Но об этом святотических высказаний просто, ну, это полно, это надо целую лекцию читать. В общем, огромное количество. Вот в чём суть. А уже мы получаем это спасение, плод спасения Христова. Через что? Через таинство крещения, в котором мы получаем семя этой новой возрождённой, спасённой, исцелённой человечности, которую совершил Христос на кресте. Вот так. А что на ваш взгляд главный священник? Само слово священник говорит о том, что он должен быть священным. Священным. То есть слово священный – святой. Понимаете, в чём дело? Иоанн Затаоз говорит, душа священника должна быть чище лучей солнечных. Это первое необходимое вот что. то есть его жизнь, его жизнь, духовная жизнь должна быть той, которая приносит ему освящение. Понятно? И затем второе, что совершенно необходимо для священника тоже, это и дар учительства, дар учительства, знание священного писания и святоотеческого наследия и умение передать его тем, к кому он обращается, то есть к своей пастве. Вот эти вещи. Благодарю вас! Спасибо! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok